Снежинка из кристаллов соли Всем привет! Сегодня я начну выращивать снежинку из кристаллов соли. Мне самому интересно, получится или нет. Итак, для проведения опыта приготовьте горячую воду, банку, ножницы, полипропиленовый шпагат, клей, конечно же соль и ложку. Нужно сделать заготовку снежинки. Отрезаем 4 маленьких кусочка. По 6 сантиметров. А теперь при помощи клея фиксируем нашу снежинку. Немного терпения и наша снежинка готова. Мне стоило это пару склеенных пальцев. Но ничего страшного, главное результат. Теперь в банку наливаем горячей воды и добавляем соль. Соль добавляем, пока она не перестанет растворяться. Именно тогда у нас получится насыщенный раствор соли, в которой мы и будем выращивать снежинку. Теперь в Варстор опускаем нашу снежинку. А чтобы она не всплывала, мы привязали к ней винтик. А сверху привяжем к картону. Итак, прошел один месяц, как мы поставили растить нашу снежинку. И результаты следующие. К сожалению, кристаллы и соли на снежинке растут очень медленно. Хотя за месяц снежинка значительно подросла. Кстати, не пугайтесь, если соль будет убегать из банок. Один раз в неделю мы переливаем раствор и моем банку. Чтобы ускорить процесс роста кристалла, нужно разогреть раствор, добавить соли и перемешать. То есть увеличить концентрацию соли в растворе. Я хочу, чтобы моя снежинка была не обычная белая, а какая-нибудь цветная. Поэтому добавьте красители. Теперь опускаем нашу снежинку в раствор и продолжаем ждать. 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 Ладно, ждать придется долго. Поэтому увидимся через месяц. Итак, прошло два месяца с того момента, как мы начали красить кристалл. Сейчас подведем итоги. Как вы можете заметить, соль испарялась и оседала на картоне и на стенках елкости. Итак, настал момент истины. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кристалл снежинка получился светло-голубого цвета. А сверху лески вырос большой кусок соли. Также можно заметить то, что кристаллы в нижней части снежинки выросли больше, чем верхней. Теперь отрезаем леску и оставляем снежинку сушиться. У нас получилась снежинка поликристаллов. То есть она состоит из множества монокристаллов. После того, как снежинка просохнет, мы покроем ее лаком, чтобы кристаллики не разрушались. Теперь давайте посмотрим кристаллы при разных освещениях. Субтитры подогнал «Симон»! Передаю всем привет, кто об этом просил в комментариях. Рад, что смотрите мои видео и поддерживайте мой канал. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. И до встречи в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...